Сегодня такое произошло. Вам обязательно ответят. Благотпитание ремонтируется? Вот так. Так что не только в интернете проблемы. На рынке тоже здесь крен найдешь. Всем привет. Сегодня монтирую я ролик. Все вроде идет нормально. Уже к завершению идет. Все хорошо. И вдруг компьютер выключается. На завтра премьеру своих полетов. Своих виражей назначил. Идет полным ходом монтаж. Собственно говоря, всех материалов. Я бегу в мастерскую искать. Туда позвонил, сюда позвонил. Короче, обзвонил ребят 15 мастерских. Никто не берет блоки питания. Несмотря на то, что это такой, ну, достаточно дорогостоящий агрегат. У меня термальтейк 700. Его никто не хочет чинить. Все говорят, да вам проще купить новый. Ну, в общем, новый, не новый. Я вот хочу попытать свое счастье. Еду на Савеловский рынок. Сейчас посмотрю, что из этого получится. На моей памяти у меня был второй термальтейк на рабочей машине. Наверное, она молотила у меня 4 года без выключения. И за эти 4 или 5 лет у меня он выгорал порядка двух раз. То есть, то ли вздувались диоды, то ли транзисторы. Я уж не могу сказать. Я не мастер. Но, по крайней мере, 2 года и рукастые ребята его чинили. А тут хоп. И никто уже ничего не делает. Да, я понимаю, прошло 3 года. Но неужели за 3 года так все изменилось? Друзья, облуки. А вы блоки питания ремонтируете? Тук-тук. А вы блоки питания ремонтируете? От моего блока? А, нет, от компьютера. А на сколько ватом? 700. А что с ним? Да, перестал включаться компьютер и все. Да. Достаю. Вот и в этом месте не помогли, сказали F124. Сейчас буду смотреть. По нашему ряду, да, Ярослав. Ярослав 160. А у вас, если что, только понедельник, да? Да. А надолго это вообще, если делают? Или он день-день делает? Да, нет, день-день обычно. Понял. Ладно, F9. Закрыто. Ну что, в первом здании ничего не получилось. Я посмотрел 4 или 5 мастерских. Никто из них ничего не делает. Только в основном телефоны чинят. И мишуров. Может быть даже ноутбуки там еле-еле что-то теплится. Но непонятно чем занимается. Сейчас иду в основное здание. Сейчас посмотрю, что в основном здании. Подсказали, что на Е28, возможно, есть ремонт. Бегу туда смотрю. Здрасте. Что ж, пожалуйста, у вас блоки питания, декор, ремонтируются? Л-4. То есть здесь можно искать, да? Л-4. Понятно, спасибо. Ну все, вот видите. Невыгодно, неинтересно. Л-14, здание напротив. Ну, пошли искать. Второй. И ничего не чинит. Киоск. Вот L-12. Деринские платы. L-13. О, сервисный центр ремонт. Основные данные. Добрый день. А блоки питания ремонтируете на компьютер? Термальтейк 700. Есть смысл привозить? Вы знаете, перестал компьютер включаться. Не могу сказать. Ну, собственно, как вы все и видели, никто в нашей стране ничего не чинит. Здесь только надо продать. Либо что-то купить. Но чтобы починить, дорогую вещь, не-не-не, такого не бывает. Поэтому вот единственная мастерская сейчас согласилась. Ну, поедем туда, если сейчас получше составить на ремонт. Либо у меня есть второй вариант. Это в центре Москвы находится, на спортивной, Лифрунзенской. Ребята вроде тоже берутся. Но это уже только на понедельник, потому что у них сегодня выходной день. Но сейчас посмотрим, что будет дальше. А вот смотрите, какая интересная ситуация сложилась. С термальтейк, что пишут люди в интернете. Поиск сервисного центра термальтейк в России и в Москве, в частности, ровно как и национального представительства, не увенчался успехом. Сайт термальтейк России не дает никакой информации. И вообще часто не работает. Создается впечатление, что гарантийные обязательства России никому не нужны. И никто их выполнять не собирается. Не покупайте термальтейк. Он нафиг никому не нужен. Вы потом замучаетесь его, вот как я, сейчас ходить искать. Я понимаю, что я ищу, может быть, не сервисный центр родной этого термальтейка. Я ищу всего лишь, кто это будет делать. На просторах интернета и сервисных центров термальтейка-то не существует. Ну что, походу, я нашел выход из положения. Разместил заказ просто банально на профи.ру. Объяснил суть проблемы. И, в общем-то, сразу нашел мастера, который мне откликнулся. Сказал, что привезти блок питания. Починь это сделает. Сейчас в течение получаса я ему отдам этот блок питания. И посмотрим, что из этого получится. Ну все, поехали. Ну вот, собственно говоря, все, я и приехал. Сейчас я отдам блок на ремонт. Надеюсь, у нас все получится. Здрасте. Я прям, не поверю, целый фильм снимаю, как я сегодня целый день с этим самым ношусь, с блоком. Никто не хочет чинить. Вот он, такая вот у меня беда. Кнопка, включаешь, то ли он зажигается, то ли не зажигается. Значит, он, короче, перестал функционировать. Я уже на Савеловске. И все фирмы отзвонил. И в термальтейк. В термальтейк вообще нет никакой господдержки. И тут мне говорят, да размести объявление, может быть, на форферу кто сможет. Насколько, надолго? Ну все, собственно говоря, вы видели, забрал Андрей мой блок питания. Надеюсь, как он сказал, день-два и он будет готов. Ну что ж, подожду. Ничего не сделаешь. Не покупайте термальтейк. У них нет поддержки. Ни в России, ни в Москве, нигде. Так, ну, в общем-то, прошло два дня. Мастер отзвонился, сказал, что все готово. Заменил он каких-то кучей деталей. Вот, что-то искал на митинском рынке. Я думаю, он сейчас нам все подробно расскажет. Ну что, как? Ну, не знаю, надеюсь, что там запустился. За этот сам запустился? Ну да, но я только не могу запуститься. Я сейчас приеду, поставлю. А что было там, какие-то конденсаторы? Ну, да, один вздушный, все. А три на пяти вольтах были подозрительные. Ага, трек поменял. Ну, может быть, это не обязательно. Как вы понимаете. Ну, сейчас начну чинить, а то работа полностью встала. На ноутбуке очень медленно все работает. Цифровка материалов очень тяжело идет. Поэтому скорее домой. Да, как вы поняли, Profi.ru рулит. Видите, как мастер достаточно быстро, оперативно отреагировал. Все сделал. Имейте в виду, обращайтесь на Profi.ru. Запустилась. Отлично. Сейчас соберу. Все, пикнул, тест прошел. Включил. Собственно говоря. Оп. Загрузилась. Ну, что, Profi.ru рулит. Если у вас что-то ломается, заходите на Profi.ru. И, собственно говоря, вы можете все починить. Единственное, наверное, место, где есть нормальные специалисты. Все, всем пока. Пока.